Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Иоанна. И сегодня мы с вами читаем 17 главу. После сих слов Иисус возвел отче Свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, Он даст жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Господь возносит эту молитву уже в ожидании Своей крестной жертвы. Жертвы, через которую Он даст всем жизнь вечную. И эта жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Знать в Библии не значит располагать информацию. Это значит знать лично, пребывать в тесных, доверительных, личных отношениях. И в этих отношениях иметь эту вечную жизнь, которую дает Бог. Вечную жизнь дает только Бог, только в нем можно эту вечную жизнь обрести. И здесь мы находим ответ на вопрос, который люди иногда ставят. Ну а почему бы Богу не дать вечной жизни просто всем без покаяния и веры? Это невозможно в принципе, потому что вечная жизнь состоит в познании Бога. Для того, чтобы познать Бога, человек должен обратиться, уверовать, покаяться. Иначе никак не получится. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. И Иисус исповедует, что Он был с Отцом прежде бытия мира. Мы здесь видим исповедание веры в Троицу. По крайней мере, мы видим здесь исповедание. И Иисус Христос говорит о том, что Он был с Отцом прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Те, кто веруют в Иисуса Христа, начиная с апостолов даны Ему Отцом. Здесь опять возникает эта тема Божьего замысла, Божьего плана. Не мы набились Богу в чадо, не мы напросились Ему в христиане, а он еще непонятно, как к этому относится. Напротив, это Бог призвал нас быть христианами. Божий промысел привел нас в церковь. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. Я о них молю, не о мире молю. Речь идет не о том, что Христос кого-то заранее отвергает. Нет, он молит о своих, он молит о христианах, а не о внешних, не о мире. Но грань между церковью и миром, она, конечно же, является проницаемой. Люди пришли и продолжают приходить от мира. Любой человек, который верует во Христа, который оставляет свое неверие или оставляет свои забуждения, приходит в церковь, он становится внутри вот этого круга людей, о которых молится Христос. И все мое твое и твое мое. Это удивительное описание отношений внутри Святой Троицы. И Христос здесь еще раз говорит о равенстве с Богом. Все мое твое и все твое мое. Я прославился в них. То есть Христос в истории прославляется в своих святых. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Речь здесь идет о благодати Святого Духа, которая действует в верующих и соблюдает их в вере и послушании Богу. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибли, да сбудется Писание. Сын погибли, это Иуда. Ныне же к тебе иду, и сие говорю, в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы ты сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Мир сей, как мы уже говорили, это система ценностей, отношений и представлений, которые основаны на отвержении Бога и Его Слова. Апостол Иоанн в своем послании говорит, что похоть плоти, похоть очей, гордое житейское, не есть от Отца, но от мира сего. И вот мир – это поиски власти, поиски владычества, поиски удовольствия, поиски престижа. Все это чуждо Христу и христианам. Они принадлежат к другому миру, к миру Божией любви. «Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинную твою. Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир, и я за них посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною». «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Или в другом месте Христос говорит, как Отец послал меня, я посылаю вас. «Апостолы и шире все христиане являются посланниками Бога в этот мир». Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог через нас просит – примиритесь с Богом. Мы посланы в этот мир для того, чтобы возвещать Евангелие, чтобы люди могли примириться с Богом, покаяться, обрести прощение грехов и жизнь вечную. «Я за них посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, так и я в тебе, будут в нас едины. Да уверует мир, что ты послал меня». То есть Господь молится не только об апостолах, Он молится о всех христианах, которые веруют в результате проповеди апостолов, включая нас с вами. «И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едины, как мы едины. Я в них, и ты во мне. Да будут совершенны воедино. Да познают мир, что ты послал мне, и возлюбил их, как возлюбил меня». Единство Церкви должно быть свидетельством миру, чтобы мир познал Иисуса Христа. Поэтому очень важно, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы не служили соблазном для мира, демонстрируя наши ссоры. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основание мира». По этой молитве Иисуса ученики и все верные христиане окажутся в итоге с Иисусом. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет я в них». «Я открыл имя твое, и открою». Это может немножко странным прозвучать, потому что мы привыкли к тому, что имя – это просто слово, это определенный набор звуков, который обозначает человека. Но в Библии имя, особенно имя Божие, оно означает самого Бога. Призвать имя Божие – значит призвать Бога. И Иисус открывает нам Бога. Он открывает нам, кто такой Бог, он вводит нас в общение с Богом. Мы с вами прочитали 17 главу Евангелия от Иоанна. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...